Всем привет! Я хочу поговорить об объективах для свадебной фотосъемки на Canon R. Ну, по сути, на любой полнокадровый Canon, просто у меня Canon R. То есть у меня уже было видео на эту тему, где я сравнил второй 24-70 и набор фиксов 14. То есть я сравнил вот этот сам Янг 14 мм, 35 мм там лежит, и третий объектив 85 мм. Я говорил, что, в общем-то, набор фиксов лучше, чем вот этот один зум. И сейчас я должен сказать, я несколько поменял свое мнение, потому что я считаю, что 17-40 лучше для свадеб, чем просто 14 мм. То есть вот у меня Canon 14 мм, но это объектив очень специализированный, чисто для интерьеров. То есть такой широкий угол на свадьбах очень редко нужен, даже 17 мм очень редко нужен. Но, тем не менее, я, например, фанат широкого угла. Я люблю фотки на первом танце, на прогулке, которые делают вот такой вау-типо эффект и разворачивают перспективу, как никакой другой объектив. Но просто факт в том, что вот этого широкого угла, допустим, 16-35, вам его тоже будет достаточно для этого эффекта. Но это будет зум, который можно будет использовать вместо 24-70. А просто 14 мм, но он слишком специфичен. То есть его нужно будет с собой таскать ради небольшого количества кадров, что не очень практично. Поэтому 14 мм я больше с собой не беру. У меня его место заняло 17-40. 24-70 я продал и отказался от этого объектива, потому что он репортажный, для меня он скучный. То есть 24-70 не дает того, что дает полтинник 1.2 и не дает того, что дает 135. Поэтому мой ответ на сейчас это вот эта троица 17-40, 50 и 135 мм. Ну, по сути, у меня это для любой съемки универсальный набор, но для свадеб мне тоже очень нравится. Я вам сейчас покажу фотографии с недавней съемки, которая у меня была. Там была студия, ЗАГС, прогулка и чуть-чуть ресторана. И должен сказать по поводу 17-40, что я очень редко его открывал на 17 мм. То есть чаще старался не больше 24, потому что снимать людей на 17 мм – это ай-яй-яй. То есть как бы ни было вам тесно в пространстве, но те, кто у вас оказывается по краям кадра, ну это просто ужас. То есть у нас в ресторане там был совсем-совсем тесный прием, очень мало места. И мне пришлось все-таки на 17 мм открыть этот объектив. Но мне эти кадры очень не понравились. Можно их, конечно, списать на эмоциональное, что все так классно. Но на самом деле Zoom 24,70 для репортажных моментов, он лучше тем, что он вас ограничивает и не дает вам возможность отзумить на 17 и растянуть таким образом всех людей по самой не хочу. До этого у меня была другая свадьба. Снимал ЗАГС и прогулку. И там тоже в ЗАГСе было очень тесно. Я открыл на 17, и потом я все эти фотки жестко кропал, потому что на 17, когда у меня даже не только люди, а в принципе вот в этом помещении что-то попадает, эти углы не хочется отдавать клиенту. То есть фокус на вот такие сверхширики 14, 17 – это для очень вдумающей съемки, там, где вы контролируете перспективу и то, что вокруг происходит. А если у вас происходит репортаж в таких, ну как всегда, спешка, то все, то это вам мешает, потому что у вас есть соблазн его отзумить, но этого делать не нужно. Но с другой стороны объектив, ну во многом заменяет мне 24-70, которого у меня сейчас нет, потому что я все-таки зумирую, ну от 24 до 40. Хорошо, что 40, а не 35. И для съемки в ЗАГСе, для каких-то репортажных моментов, ну в ресторане тоже, вот этот объектив окей. Потом полтинник, обожаю этот объектив, потому что где бы вы ни находились, в каком бы тесном, некрасивом помещении вы ни были, он всегда вам даст сказочную классную картинку. Конечно, вы можете полтинник 1,4 иметь, 1,2 круче, но 1,4 тоже как бы справляется. Просто повторюсь, но полтинник 1,4 на 1,4 не рабочий, как по картинке, так и по автофокусу. И я им всегда пользовался на f2, то есть этот полтинник уже превратился для меня в 50 f2. А здесь 50 f1,2 и 1,2 здесь рабочие, как по автофокусу, так и по картинке. Все ругают его за то, что у него сильная хроматика на 1,2. Она и на 2 не до конца пропадает. Да, она есть, но для такого рода съемок она не критична. Во-первых, она убирается одним кликом, во-вторых, она не настолько явная. То есть вот на этом объективе 14 мм я от этой хроматики очень сильно плююсь и подумываю о том, чтобы его даже продать. Потому что для интерьерной съемки это ужас просто, и она там очень сложно исправляется. Но для такого полупортретного объектива, ну это не страшно. Тем более то, что он дает прикольную картинку. Я могу в ресторане, но опять же, когда у меня не жесткий репортаж, потому что когда все на последней съемке быстро, давайте встречать молодоженов, ура, ура. В 50 мм на полном кадре, вот в том тесном пространстве, я бы уже бы, ну не влез бы просто. То есть там было действительно тесно. И я снимал на 17.40+, мне нужно было, чтобы люди были в фокусе. То есть надо было бы его прикрывать, если ты его прикрываешь, то он теряет все свое волшебство. И 135 мм для меня это объектив для прогулки. И в студии несколько кадров сделал, ну главным образом для прогулки, но он дает шикарнейший объем. И вот люди, фанаты микро говорят, что вам то бокашка, типа она не зациклена, зачем она вам нужна. Но современные реалии такие, что ты выходишь в ближайший парк, у тебя 20 минут времени, чтобы сделать им красиво. И этот объектив делает красиво где угодно. Даже если у вас на фоне будут припаркованные машины, вы все равно их очень художественно размоете. И это просто классно. То есть если у вас есть такая возможность, то почему ее не пользоваться? Тем более, что по сравнению со всеми остальными конкурентами, Fuji, Sony, Panasonic, да что угодно вообще. У них нет объектива с такими параметрами за такие деньги. То есть очень недорого стоит и очень, ну как для такой линзы недорого стоит. И очень классно фотографируют. То есть говоришь людям прогуляться, там какие-то простые действия сделать, фоткаешь их. И просто сказка. Ну, мне все нравится. В ресторане снимать на него, ну как бы можно. Светосила F2 позволяет. Можно какие-то эмоции ловить. Но я таким обычно не страдаю. То есть у меня для этого есть 50 или 17-40. Конечно, 24-70 классный объектив. То есть, ну для репортажей он, конечно, больше подходит, чем 17-40. Но вот я чувствую, что в моем стиле работы я не чувствую в нем необходимости. Потому что когда у тебя есть такой классный полтинник, ну мне не хочется одевать даже самый крутой 24-70. Потому что он не снимет так круто, как снимет полтинник 1.2. То есть, оттаскать с собой и то, и то, и то. Но это уже, знаете, как клюшкин, который навешивал на себя техники. И вот хочется его по максимуму. То есть, ну выбор должен быть рациональным. То есть 17-40, он несколько, ну специфичен, так же, как 16-35. Но выбирая между 24-70 и этим, я выберу этот. Потому что он мне пригодится и для прогулки, и для репортажа. 24-70 на прогулке я им пользоваться не хочу. Ну как бы можно на 70 мм снимать, но когда у тебя есть вот это, то на 24-70 уже не хочется снимать. То есть у него художественность совсем не на том уровне. Но это, в общем-то, мой выбор. А там пишите в комментариях, какими наборами вы пользуетесь и что вы думаете об этом. Просто я считаю, что оптимально это не более трех объективов. Больше трех это уже вы просто не будете успевать им пользоваться, не будете так много снимать, чтобы он себя оправдал, что вот я еще возьму с собой, не знаю, 70-200, я возьму с собой к этому еще 24-70. Ну зачем это все на себе таскать, как бы? Ну нет смысла. То есть должна быть некоторая рациональность в объеме, которая это все занимает. Ну и, конечно же, я с собой беру вспышку. Потому что я видел, что сейчас многие фотографини уже предпочитают или еще работать без вспышки. Но это бред, конечно. Вспышка – это обязательно. Продолжение следует...